Победить в честной борьбе, отведать национальные блюда и посоревноваться в беге с коромыслом. Все это можно было сделать в минувшее воскресенье. В Лакреевском парке прошел национальный праздник Сабантуй. Он традиционно проводится во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в нашей республике. В переводе Сабантуй означает праздник плуга. Поэтому проводился он после окончания весенних полевых работ. Несмотря на то, что празднику уже несколько сотен лет, он ничуть не потерял своей популярности. Лакреевский парк пестрил традиционными татарскими нарядами и украшениями. Тут же мастера народных промыслов продавали свои изделия. Зов крови, можно сказать. Вот эта национальность, это чувство близких увидеть, родных, знакомых здесь. Очень мне это по душе. Организаторам Сабантуй в Чувашии удалось максимально воплотить в жизнь все традиции праздника. С большим концертом на сцене выступали коллективы из Татарстана и национально-культурной автономии Татар Чувашской Республики. Я очень хочу каждый год, чтобы такой праздник был у нас. Среди Чуваш, Татары мы очень дружно живем. Неотъемлемой традицией Сабантуй являются, конечно же, народные игры и борьба. Каждый мог проверить свои силы в перетягивании каната, беге с коромыслом и в мешках. Я сам занимаюсь Татаро-Башкирской борьбой уже 13-й год, обладателем многих соревнований, турниров всяких. В Чебоксарах первый раз, а так участвовал в районах, в Чувашских районах, участвовал в Сабантуй, занимал призовые места. Не каждый осмелился бы принять участие в соревнованиях национальной Татаро-Башкирской борьбы. Она во многом отличается от привычной для нас вольной. Риск получить перелом и вывих в ней намного выше. Но и призы соответствующие. По традиции, самому сильному из участников, а их было около 25, достается баран. И абсолютным чемпионом оказался уроженец из Чувашии Фердус Зайнулин, правда, ныне проживающий в Зеленодольском районе Республики Татарстан. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.